Друзья, еще раз добрый вечер, добрый день. Меня зовут Михаил Сергеев, и мы сегодня с вами вместе на нашем очередном вебинаре, посвященном, безусловно, вопросам здоровья, нашего с вами здоровья, здоровья наших с вами близких, знакомых, всех людей, кому мы можем донести важную информацию, как быть здоровым, как сохранить свое здоровье, как предотвратить какие-то может быть заболевания, которые беспокоят или могут беспокоить наших клиентов, наших друзей, знакомых. И тема нашего сегодняшнего вебинара – как быть здоровым каждый день. Мы с вами проводили вебинар некоторое время назад, посвященный хорошему самочувствию круглый год, но, как вы понимаете, год у нас состоит из 365 и раз в 4 года 366 дней, поэтому для того, чтобы быть и хорошо себя чувствовать, и быть здоровым в течение года, необходимо, конечно, стараться быть здоровым каждый день. И надо разобраться, что мы делаем каждый день, и что из того, что мы делаем каждый день, может позволить нам быть и оставаться здоровыми. Что мы делаем каждый день, друзья? Мы с вами дышим, мы с вами пьем, и безалкогольные напитки тоже, конечно же. Мы с вами едим, мы с вами двигаемся, общаемся, мы с вами спим, треть жизни почти мы проводим во сне. Мы с вами работаем на разных работах, у нас разная занятость, разные нагрузки. Мы с вами, естественно, выделяем те продукты обмена, которые есть у нас в нашем организме. Это мы с вами делаем каждый день. В чем же смысл, да? О чем же мы с вами будем говорить, что здесь, собственно, обсуждать, друзья? Вот для того, чтобы быть здоровым каждый день, вот те компоненты, которые сейчас перечислены на слайде, они должны у нас присутствовать. И мы с вами должны дышать свежим воздухом, пить хорошую чистую воду и полезные напитки. Мы с вами должны есть полезную пищу, мы с вами должны достаточно двигаться, мы с вами должны позитивно общаться, мы с вами должны достаточно спать, работа должна приносить нам удовольствие, и у нас не должно быть никаких проблем с тем, чтобы наш организм функционировал так, как создала его природа. и здесь важно вспоминуть о том, что есть, и мы этот слайд с вами уже видели на предыдущем вебинаре, я снова вернусь к нему, потому что это очень важный слайд, что влияет на здоровье. По сути дела, вот мы, все, что мы с вами перечислили на предыдущем слайде, это все влияет на здоровье. Но что-то влияет больше, что-то влияет меньше. И выясняется, что питание и образ жизни составляет 74% вклад этих аспектов нашей жизнедеятельности, питание и образ жизни в наше здоровье 74%. А если добавить к этому стрессы, это еще дополнительно 6%. Это в среднем, друзья, конечно же, у людей, которые связаны с какой-то более нервной работой, у которых большая ответственность, конечно, стрессов, наверное, больше, но при этом, вероятнее всего, у них образ жизни страдает. Поэтому в отношении каждого конкретного человека, конечно же, может быть, показатели будут другие. Может быть, даже и большее значение будет иметь питание и образ жизни, и большее значение будет иметь стресс. А вот наследственность и экология – это суммарно порядка 20% вклада в наше здоровье. И здесь мы вспоминаем цель нашего вебинара, о чем мы с вами говорим. Как быть здоровым каждый день. Совершенно очевидно, что необходимо обеспечить такое питание и такой образ жизни, такое управление стрессами, которое позволит нам перекрыть вот эти 80% вклада в здоровье. Вернее, вклада не в сохранение, а наоборот в нарушение нашего здоровья. Для того, чтобы минимизировать этот вклад, для того, чтобы сделать более вероятным здоровье наше и более долгим, а не заболевание. И на что же конкретно мы с вами можем повлиять, друзья? Мы, безусловно, с вами можем повлиять на наше питание и постараться сделать его здоровым. Об этом мы с вами поговорим чуть дальше. Поговорим еще раз, потому что эта тема, ну не то, что неисчерпаемая, да, это тема, о которой нужно говорить часто и много для того, чтобы люди вникали, чтобы люди понимали и, наконец-то, начинали следовать принципам здорового питания. Это, конечно, друзья, управление стрессом. Стрессы есть у всех, в той или иной степени выраженные, но у кого-то это приводит к серьезным последствиям негативным, у кого-то не приводит. И необходимо, конечно, стараться управлять стрессом в наших интересах, в интересах нашего здоровья. И что еще очень важно, это комфортная физическая активность, которая позволяет нам настраивать организм на тот уровень двигательного режима, двигательной активности, который позволяет сохранить здоровье, а еще лучше его приумножить. Итак, друзья, первое и самое главное, то, что вносит основной вклад в состояние нашего здоровья, это питание. Мы с вами говорили уже об этом и неоднократно, и я думаю, что многие из вас уже видели этот слайд, но мы все-таки его повторим, потому что те вопросы, которые задают партнеры, те вопросы, которые задают клиенты, те вопросы, которые задают мне, как врачу, пациенты, говорят о том, что люди действительно плохо информированы о том, что такое здоровое питание, то есть, собственно, цель, к чему нужно стремиться, что называется здоровым питанием и каким образом этой цели достичь. Здоровое питание – это в первую очередь питание полноценное, когда мы потребляем столько питательных веществ, сколько необходимо нашему организму. Это первый момент. Второй момент – это питание должно быть энергетически сбалансировано. И на эту тему мы говорили на вебинаре, посвященном Body Mission, посвященной коррекции веса. Это очень важно с точки зрения поддержания нормальной массы тела, предотвращения или коррекции ожирения, или избыточной массы тела. Ситуация, когда мы должны потреблять энергии столько, столько, сколько тратим. Следующий важный момент – это, безусловно, друзья, регулярность питания, то есть, равномерное распределение пищи в течение дня. Это три основных компонента или три закона здорового питания, которые необходимы для всех, особенно в наше время, особенно когда есть серьезные проблемы и с нашим рационом, и серьезные проблемы с нашей двигательной активностью и серьезные проблемы с режимом дня, что, в общем-то, затрудняет соблюдение всех этих трех принципов – и полноценности, и энергетической сбалансированности, и регулярности питания. Тот ритм жизни, который есть у нас, он, к сожалению, все это осложняет, осложняет соблюдение принципов здорового питания. Но есть еще один немаловажный момент, друзья, о котором я хотел бы сказать – это формально это не закон здорового питания, но это тот момент, который необходимо учитывать. Здоровое питание – это безопасное питание. Это безопасное питание, и это означает, что в тех продуктах питания, в тех пищевых продуктах, которые мы с вами употребляем в пищу, должны отсутствовать вредные для здоровья составляющие. А те составляющие, которые могут оказать какое-то негативное воздействие, или потенциально негативное воздействие, их должно быть минимальное количество. Итак, друзья мои, полноценность, энергетическая сбалансированность, регулярность и безопасность продуктов питания. И этот момент, в частности безопасности, мы с вами обсудим чуть дальше по отношению к тем продуктам, которые нам стоит сегодня рассмотреть. Полноценность питания, каким образом у нас должна соблюдаться, что мы должны учитывать? Мы должны учитывать, конечно же, белковый, жировой, углеводный состав нашей пищи. Мы, конечно же, должны учитывать, насколько наша пища богата витаминами, насколько она обеспечена минералами и другими биологически активными веществами, как пример, мы с вами уже об этом говорили, например, полиненасыщенными жирными кислотами. Или они называются еще омега-3, жирные кислоты, те, которые являются наиболее важными, наиболее полезными. Это то, что касается полноценности питания. С другой стороны, мы с вами должны понимать, что же может считаться нездоровым питанием. На что обратить внимание людям, у которых есть те позиции, которые обозначены вот в той табличке, которую вы сейчас перед собой видите. Что можно считать нездоровым питанием? Следовательно, что может повлиять на состояние здоровья, ухудшить его? Первое и самое главное, друзья, это питьевой режим, это употребление воды или травяного чая или разбавленного свежевыжного сока менее 2 литров в сутки. Недостаток воды, он безусловно негативно влияет на состояние здоровья, может приводить к развитию или увеличивать вероятность развития тех или иных заболеваний. Кстати говоря, есть исследования, которые подтверждают о том, что недостаточное употребление воды может иметь связь и может влиять на развитие ожирения людей. Вот такой интересный факт. И одна из проблем со здоровьем, ожирение, уже завязана на питьевой режим, а этих заболеваний больше, конечно, которые могут быть завязаны на питьевой режиме. Первое, это употребление достаточного количества воды. Почему воды, почему травяного чая или разбавленных свежевыжатых соков, потому что те напитки, которые мы с вами можем видеть в нашей жизни, это крепкий чай, зеленый или черный чай, это кофе растворимый и нерастворимый, это другие напитки, они, конечно же, в чистом виде, в виде полезной воды, конечно, полезной водой не являются. Организму нужна, конечно, полезная вода. Там есть определенные негативные последствия от употребления избыточного количества кофе и чая. Мы просто не будем в это углубляться. Здесь сейчас основная задача понять, что необходимо употреблять достаточное количество воды. Важным является, и отрицательным важным, нерегулярное или редкое питание и отсутствие завтрака. Вот, кстати говоря, отсутствие завтрака однозначно завязано в том числе, как и недостаточное количество жидкости употребляемой с избыточной массой тела. Люди, которые не завтракают, они чаще подвержены избыточной массе тела и ожирению. Нерегулярность питания, она затрудняет работу ферментных систем организма, она заставляет употреблять большее количество пищи в следующий прием пищи, в очередной какой-то прием пищи. И тем более сложно при редком питании соблюсти его полноценность. Мы должны понимать, что чем реже человек питается, тем сложнее ему прежде всего соблюсти полноценность пищи, полноценность питания. Важным негативным смысле является употребление рыбы менее двух раз в неделю. Это однозначно крен питания, перекос питания, который является негативным. И подумайте, большинство из тех, кто сейчас у нас на связи, наверное, большинство из вас употребляет рыбу менее двух раз в неделю. Это значит, что мы с вами недополучаем омега-3 жирную кислоту. Потому что здесь просто обозначено как употребление рыбы менее двух раз в неделю. А ситуацию можно еще более, скажем так, сконцентрировать. Необходимо употреблять морскую жирную рыбу не менее двух раз в неделю, которая содержит достаточное количество омега-3 жирных кислот. Я думаю, что морскую рыбу как раз, да, жирную рыбу мы с вами употребляем. А еще лучше рыбу, которая не выращена в хозяйствах, да, а рыбу, которая выросла, да, в свободном выпасе, в океане, в море мы употребляем с вами, к сожалению, редко, друзья. Это крен в сторону нездорового питания. Употребление свежих фруктов, овощей, ягод, зелени менее 400 и даже 500 грамм в день. Это, безусловно, перекос в сторону нездорового питания. И здесь необходимо сказать и напомнить о том, что, конечно же, употребление тех фруктов и овощей, которые, как правило, у нас имеются на прилавках магазинов, это совершенно не то, что нужно нашему организму, к огромному сожалению, да, необходимо овощи и фрукты, которые созрели на корне, да, которые не обработаны каким-то химикатами, да, которые вот в полном смысле являются полезными. У нас с вами и фруктов, и овощей, и ягод, и зелени такой, к сожалению, друзья, минимум. В основном, у большинства тех, кто сейчас у нас участвует в вебинаре. Перекосом в сторону нездорового питания является и отсутствие в ежедневном питании хлеба из цельнозерновой муки, с отрубями, злаковых и крупных блюд, те же самые каш. Почему? Потому что эти продукты являются для нас основным источником минералов, а фрукты и овощи, конечно, для нас являются основными источниками в витамина. Крен в сторону нездорового питания – это употребление мяса и мясопродуктов, и особенно полуфабрикатов, чаще четырех раз в неделю. Это обусловлено тем, что, безусловно, мясопродукты и полуфабрикаты содержат и мясо большое количество животного жира больше того количества, которое нам необходимо для нормальной здоровой жизни. И это приводит к повышению уровня холестерина, это приводит к переизбытку калорий, которые мы потребляем. То есть мы уже не сможем с вами соблюсти в такой ситуации, когда мы употребляем большое количество мяса, соблюсти закон, который гласит об энергетической сбалансированности нашего питания. Хотя, безусловно, мясо для нас является тоже источником полезных веществ и, прежде всего, витаминов, витамины В12, об этом тоже, конечно, нельзя забывать. Безусловно, негативным креном, креном в сторону нездорового питания является регулярное употребление сладких напитков, чая, кофе, какао, газированных напитков различных. Потому что это приводит к избытку употребления легко усвояемых углеводов, сахара. Это то, что, конечно же, не способствует сохранению нашего здоровья и может, ну, уже, так сказать, в пределе, когда действительно этого всего много, приводить к развитию сахарного диабета. Это вот те моменты, друзья, которые отражают нездоровое питание. Это те вопросы, которые можно задать людям, которые интересуются тем, что же такое здоровое питание. Это те вопросы, которые выявляют проблемы у людей, с которыми мы общаемся. И, собственно, те направления, которые можно наметить на пути к здоровому питанию. То есть, если мы перевернем вот этот отрицательный знак в этой табличке в положительный знак, да, мы получим те позиции, позиции, которые необходимы для соблюдения здорового питания. Это что касается здорового питания, то есть того, что мы можем обеспечить, того, на что мы можем повлиять, каким образом нам постараться за счет здорового питания быть здоровыми каждый день. Следующий момент – это управление стрессом. И здесь самое главное – нам понять, что же такое стресс. Я не сомневаюсь, что вы имеете какое-то представление об этом. Я не сомневаюсь, что вы в отношении даже себя или своих знакомых неоднократно употребляли это понятие. Но все-таки у стресса есть определение медицинское, и я считал необходимым его здесь привести, чтобы все понимали, и чтобы все понимали все это одинаково, да, ну, скажем так, так же, как врачи. И как, чтобы каждый понимал одинаково. Стресс – это защитная реакция, безусловно. Это защитная реакция, это ответ организма на воздействие различных факторов, внешних факторов каких-то, или внутренних факторов, необычного характера, силы или длительности. Мы, безусловно, с вами используем стресс немножечко в другом, в другой формулировке, которая скорее означает некий перегруз, да, некое такое уже осложнение той или иной ситуации. А в общем стресс – это нормальная защитная реакция, ответная реакция организма на воздействие различных факторов, которые необычны для нас с точки зрения их самих, с точки зрения того, что это факторы, да, вот мы впервые с ними встречались, да, характер необычный. Силы или длительности, длительность, если какой-то фактор, знакомый даже нам, и с точки зрения его выраженности, с точки зрения силы, действует более длительно. В чем же вопрос, да, когда получается стресс – это хорошо? Почему же формулировка стресс у нас вызывает какую-то отрицательную реакцию, да, какую-то отрицательную окраску имеет? Да потому что, безусловно, во-первых, это то, что нас беспокоит. Это то, с чем мы действительно имеем дело. Потому что мы им дело, имеем дело, прежде всего, с причинами того, что организм вынужден включать эти защитные реакции. И причин стресса много на самом деле, и некоторые из них здесь перечислены. Безусловно, мы с вами воспринимаем стресс как некую психологическую реакцию, да, и психологические нагрузки, в том числе интенсивность работы какой-то нашей, да, это негативный настрой наш или окружающих. Это, безусловно, избыток информации. Вот есть данные о том, что количество информации в мире, оно ежегодно удваивается. Вся эта информация не только где-то в каких-то виртуальных пространствах присутствует, она, информация эта изливается на нас в той или иной степени. У кого, конечно, какая работа, кто чем занят, но тем не менее, мы с вами совершенно четко ощущаем, что за последние 10 лет объем информации, который мы перерабатываем, конечно же, очень сильно увеличился. Даже объем информации, который идет из телевизора, он увеличился. И нашему организму мозгу очень сложно уже перерабатывать этот объем информации, он иногда с этим не справляется. Урбанизация – это то, что связано, конечно же, с городским образом жизни. Это ритм жизни, который, безусловно, усилился и ускорился у нас безотносительно даже информацией. Мы с вами понимаем, что мы стали как-то быстрее ориентироваться, быстрее двигаться, да, больше задач нам необходимо решать. Это вот я в данном случае называю урбанизацией. Это, конечно же, тот фактор, который приводит к протестным настроениям нашего организма и вызывает, конечно же, защитную реакцию. И какие защитные реакции, мы с вами посмотрим дальше. Безусловно, одной из причин стресса может являться недостаток сна. И это немаловажный фактор, потому что многие из нас наверняка ощущают о том, что они не досыпают. Очень важно, что этот момент мы зачастую недооцениваем с точки зрения влияния на здоровье. Но известно, как минимум, что недостаток сна, он вызывает нарушение функционирования головного мозга. Это тоже результаты исследований недавних о том, что он улучшает, ухудшает, недостаток сна ухудшает кратковременную память, концентрацию. И, безусловно, это тот момент, который может повлиять на состояние нашего здоровья с точки зрения снижения концентрации и внимания. Мы с вами прекрасно понимаем, что мы с вами живем в достаточно быстро движущемся мире. Мы с вами прекрасно понимаем, что есть кругом множество факторов, которые могут быть опасны для нашего здоровья жизни. Как минимум, это автомобильный транспорт, это различные дорожные ситуации. И здесь, конечно, концентрация и внимание имеют существенное значение. То есть, вот с этой стороны, например, недостаток сна, который имеет последствия в виде нарушения концентрации и соточения внимания, может повлиять на наше здоровье и жизнь. И, безусловно, привести нас к состоянию стресса. Безусловно, одной из причин стресса является тяжелая или длительная физическая нагрузка. И здесь, конечно же, ну вот пример мы приведем спортсменов, например, которые серьезно занимаются спортом. Это те люди, у которых стоят высокие цели, у которых есть тяжелые физические нагрузки. Вот эти два момента, высокие цели и физические нагрузки тяжелые, они, конечно же, могут, соединяясь, давать вот эту вот тяжелую эмоциональную окраску, когда человеку тяжело как-то себя ощущать, тяжело двигаться к этим целям. И могут приводить, конечно же, к психологическому компоненту стресса. Ну и просто человек устает, да, серьезные физические нагрузки, они приводят к истощению физических возможностей организма. И мы знаем, да, что с теми же самыми спортсменами, у которых серьезные задачи стоят, с ними работают и психологи, в том числе с точки зрения того, чтобы эти люди не вошли в состояние стресса, а успешно достигли своих целей. Безусловно, у людей, у которых есть тяжелая физическая работа, тоже могут испытывать физический стресс, физическое перенапряжение. Если речь, конечно же, особенно идет о людях, которые для этого не подготовлены, да, у которых нет окуля как-то. Безусловно, стрессом для нас является заболевание, и не только простудные заболевания, любые заболевания, факт наличия заболевания, которого у человека раньше не было, которые мы выявили, да, факт наличия обострения заболевания, он, конечно, это все может оказывать влияние на психологическое состояние и приводить к тому, что у человека входит в состоянии стресса. Это вот только некоторые причины стресса, как защитной реакции, как защитная реакция организма, да, но мы пока что с вами еще не подошли, а почему же это вредно для здоровья, почему же вредно для здоровья, а вот только защитная реакция. Это вредно, друзья мои, потому и в такой степени, в такой связи, что при длительном стрессе, когда организм должен долго напрягаться, долго проявлять эти защитные механизмы, может просто наступить истощение механизмов защиты. И здесь речь не идет о каких-то, даже, может быть, истощении психологических механизмов. Дело в том, что стресс это та реакция защитная, которая вне зависимости от того, какой причиной он вызван, физическая это причина, психическое или заболевание, защитная реакция в организме развивается по приблизительно однотипному сценарию. По активации, активизации различных систем организма, в том числе биохимических систем организма, гормональных систем. И это связано с повышенным потреблением различных витаминов, например, группы В, минералов, с выработкой тех или иных гормонов, с изменением энергетического обмена. То есть, когда все это происходит длительно, вот эти механизмы защиты, которые включаются при поступлении сигнала, при воздействии того или иного фактора, эти, конечно, механизмы могут истощиться. И вот здесь и будет как раз то состояние стресса, которое мы с вами понимаем. Не стресс в плане того, что мы напряжены, да, а стресс в плане того, что мы уже истощены. Именно поэтому это очень важно понимать, какие механизмы приводят к развитию стресса, какие механизмы и почему происходит истощение, а главное, как с этим бороться, как помочь себе и тем людям, которые находятся в этом состоянии, благополучно пережить какой-то негативный период в жизни и не потерять при этом здоровье. Даже если те факторы, о которых мы с вами говорили, высшие психологические, физические и другие, на нас воздействуют. Потому что, конечно же, не бывает людей без проблем, а не бывает жизни без трудностей. И это жизнь, да, но нам нужно при этом сохранить здоровье, несмотря на то, что все эти факторы на нас действуют. И мало того, к сожалению, друзья, истощение механизмов защиты, оно может вытекать просто в те или иные заболевания, заболевания, которые необходимо уже лечить у соответствующих специалистов. Это, безусловно, и депрессии различные, и это и сердечно-сосудистые заболевания, например, гипертония, она однозначно связана с эмоциональными переживаниями, с эмоциональным стрессом. Это и иногда сахарный диабет, инсулинозависимый, связан с острым каким-то стрессовым состоянием. Это язвенная болезнь желудка. И масса-масса-масса хронических заболеваний, которые у человека могут быть, но они могут быть в таком дремящем состоянии, но на фоне стресса они могут обостряться. Поэтому, безусловно, понимание, как предотвратить истощение этих механизмов защиты, необходимо для того, чтобы и с этой точки зрения сохранить здоровье. На что необходимо обратить внимание, если вы общаетесь с людьми, у которых есть воздействие тех факторов, о которых мы с вами говорили раньше, признаков, вернее, причин стресса. Мы, конечно же, должны обратить внимание на то, насколько человек энергетически наполнен, насколько ему хватает энергии для обычной жизни, насколько быстро он утомляется по сравнению с тем, что было, например, месяц, два, три назад, насколько человек сконцентрирован в своей работе, насколько он хорошо запоминает происходящее событие, факт рассеянности, забывчивости, факты перепада настроения, когда человек особенно больше в таком, не в позитиве, а в негативе, это тоже, на что, конечно, нужно обратить внимание, это является одним из признаков уже истощения, психологического истощения и воздействия стрессовых факторов. Безусловно, на что в первую очередь нужно обращать внимание, это перегрузность работы и нехватка времени, когда ты должен решать те или иные задачи, или человек, с которым мы общаемся, должен решать те или иные задачи, он жалуется на то, что ему просто не хватает 24 часов в сутки для того, чтобы решать эти задачи, это значит, что у него уже действительно есть перегруз обстоятельств, в которых он находится, и это может, конечно же, являться предпосылками стресса, то есть человек, понимая, что ему все время не хватает, он раздражается, он тревожится, его тревожность и раздражительность это тоже те моменты, на которые необходимо обращать внимание. Безусловно, сон менее 7 часов в сутки является одной из предпосылок стресса, то человек скорее всего не высыпается. Уже признаками, наверное, такого стресса в психологической загрузке человека является раннее просыпание, трудности с засыпанием, приживистый сон, особенно, если человеку необходимо принимать снотворные, успокоительные лекарства, часть из которых вообще продается без рецепта и могут применяться без назначения врача, это те моменты, на которые, конечно же, нужно обратить внимание. Вероятнее всего, человек, у которого это есть, или несколько из этих компонентов, или даже один, это человек, который четки близок к состоянию. стресса и может быть даже истощение. Одним из признаков стресса является, друзья, нарушение иммунитета, об этом мы будем с вами говорить на следующих фебинарах. Так вот, частые затяжные простудные заболевания, это те признаки, которые могут говорить о том, что у человека уже имеется истощение защиты сил организма, в том числе истощение иммунной системы, которая связана с воздействием того или иного необычной силы, характера и длительности фактора, который и вызывает защитную реакцию. Это то, на что необходимо обратить внимание, друзья, это то, чем по большому счету необходимо управлять. Мы с вами говорили о здоровом питании, как одном из важных факторов здоровья каждый день, и управление стрессом, это то, что необходимо безусловно, учитывать в организации своей жизни, если нас просят советы наши друзья, знакомые, вот, это то, что, конечно же, тоже влияет на наше здоровье каждый день, управление стрессом. Есть еще один момент, о котором необходимо сказать, и это как раз касается воздействия и заинтересованности тех различных физиологических систем организма, которые помогают нам бороться со стрессорными факторами, это то, что есть понятие стресса и на уровне клиентов. И это понятие стресса, оно в общем-то касается того, что в нашей жизни, в обычной нашей жизни за 70 лет образуется порядка одной тонны кислородных свободных радикалов. Наверное, слышали вы эту формулировку свободные радикалы, это те формы кислорода, которые очень обладают большой активностью с точки зрения окисления, очень химически активны, и все было бы хорошо, если бы эти кислородные радикалы, их накопление не приводило к повреждению и гибели наших клеток, клеток нашего организма. И в связи с чем, в данном случае, когда речь идет об увеличении образования количества этих свободных радикалов, речь идет об так называемом оксидативном стрессе, стрессе на уровне клеток, безусловно, но одной из причин образования вот этих свободных радикалов является истощение физиологических ферментных систем организма при длительном воздействии стрессорного фактора, то есть при истощении их, при затяжном стрессе. Поэтому, безусловно, понятие стресса на уровне организма, о котором мы с вами говорили выше, оно перекликается с понятием стресса на уровне клетки и имеет достаточно четкое химическое отражение и биохимические параметры, которые, в общем-то, даже можно посчитать. И в том числе к этому стрессу на уровне клеток, кроме психологического стресса, истощения ферментных систем и других физиологических систем организма при воздействии тяжелого длительного стрессового фактора имеет значение нездоровое питание, о котором мы с вами выше говорили, тяжелые физические нагрузки и, безусловно, неблагоприятная экологическая ситуация. Но, опять же, мы с вами можем повлиять скорее на питание, мы в какой-то степени можем повлиять на физические нагрузки, но в существенно меньшей степени мы с вами можем повлиять на экологию, а нездоровое питание и физические нагрузки это как раз Друзья, как мы помним, с вами 74% дают долю вклада в наше здоровье. Какое же предложение? Мы, в общем-то, об этом уже с вами говорили, но стоит вспомнить еще и упомянуть об этом. Наше предложение состоит, в общем-то, как база для нас самих, для наших друзей, знакомых, близких, для наших клиентов в использовании двух продуктов, двух продуктов питания. А вот эти продукты, конечно же, относятся к продуктам питания, безусловно, не к лекарственным средствам. И это те продукты, которые должны обогащать наш рацион, наше питание полезными компонентами. Это, безусловно, Майндмастер, Зеленая и Красная Формула и, если нам уже достаточно давно, друзья, про баланс. Это то предложение, которое, безусловно, и я вам покажу чуть дальше, оно, безусловно, может повлиять с точки зрения коррекции нашего питания, на состояние нашего здоровья и с точки зрения управления стрессом, безусловно. Если речь идет у нас первое о Майндмастере, да, это тот продукт, который мы с вами уже достаточно хорошо знаем, друзья, и мне хотелось бы уточнить, вот если вы применяете Майндмастер для себя, поставьте, пожалуйста, десяточки. Да, друзья, вот у нас пошли десяточки. Это очень хорошо, значит, вы понимаете значение этого продукта. И для того, чтобы вам было проще донести эту информацию до ваших потенциальных клиентов, до ваших партнеров, мы еще раз об этом поговорим. Безусловно, Майндмастер за счет тех компонентов, которые в нем содержатся, и тех биологически активных веществ, обеспечивает нам полноценность питания, дополнительно обеспечивает полноценность питания. Как зеленая форма, так и красная форма. Почему меньше стресса? Потому что Майндмастер содержит компоненты, которые являются антиоксидантами. Теми компонентами, которые защищают наши клетки от окислительного стресса. Даже в условиях, если имеются факторы, негативные факторы, которые вызывают напряжение вот этих вот физиологических систем, ферментных систем и усиливаются, да, выработкой кислородных свободных радикалов. Это висфератрон, это хлорофилл, витамин Е и селен. Это те компоненты, которые содержатся в том и в той или другой форме Майндмастера. Больше активности, то есть те компоненты, которые повышенно расходуются при стрессе, это те компоненты, которые действительно за счет этого помогают восстановиться, помогают быть более активными. Это витамины группы В, это холин, это клинзин-КО-10, алькарнитин и железо. И железо, которое входит в состав Майндмастера. И самое главное, что основой этого напитка, этого продукта питания является алоэ вера. Это тот компонент, который обеспечивает улучшение капиллярного кровообращения, то есть улучшает донесение тех полезных компонентов до наших клеточек. Они получают то, что им необходимо, быстрее, больше. И за счет этого, конечно, облегчается работа клеток нашего организма. То есть самое главное, что мы с вами говорили о полноценности питания, о здоровом питании. И Майндмастер это тот продукт, который дополнительно позволяет нам обеспечить полноценность питания за счет тех компонентов, которые в нем содержатся. Почему же это так и почему же Майндмастер может влиять на уменьшение стресса? Потому что, как мы с вами говорили, это завязано на оксидативный стресс на уровне клеточек, это является, конечно же, следствием перенапряжения этих защитных систем. И Майндмастер за счет вот этих вот антиоксидантов, хлорофила, за счет респиратрола и других, он обезвреживает свободные радикалы, за счет чего защищает клетки от повреждений. А вот те компоненты, которые мы называли чуть раньше, которые обеспечивают активность, это те микронутриенты, которые, безусловно, помогают нам восстанавливаться при воздействии стрессорного фактора, при воздействии, скажем так, психологических нагрузок, психических нагрузок, физических нагрузок. И те компоненты, которые входят в состав Майндмастера, которые обеспечивают нам больше активности, они поддерживают и умственную активность, и физическую активность. И, конечно же, те люди, которые употребляют Майндмастер, они, безусловно, отмечают положительное изменение в своем самочувствии. Друзья, если вы, те, кто употребляет Майндмастер, отмечали положительную динамику в своем самочувствии, о том, что вам легче, проще работается, вы более активны, поставьте, пожалуйста, плюсики. Да, друзья, пошли плюсики. У некоторых очень много плюсиков. Это говорит о том, что этот продукт работает, и о том, что он работает, нам не нужно доказывать. Мы просто должны понять, за счет чего это происходит, и объяснить это тем людям, с которыми мы общаемся. Один из вопросов, очень важный, кому можно рекомендовать Майндмастер для обеспечения полноценности питания, для управления стрессом. Да, в общем-то, всем, друзья. Всем людям, которые в той или иной степени подвержены стрессу. Это те люди, которые испытывают психологические нагрузки, офисные работники, студенты и школьники, которые испытывают физические нагрузки, спортсмены, люди, у которых тяжелая физическая работа, то есть продукт, в общем-то, универсальный. И что можно отметить при использовании Майндмастера для тех людей, у которых есть психологические нагрузки, да, конечно же, это улучшение концентрации внимания, улучшение сна, высшая производительность и быстрое восстановление, более быстрое восстановление, чем без употребления этого продукта. А если говорить о спортсменах, то, конечно, высшая выносливость это тот продукт, который, безусловно, помогает достигать лучших результатов, не нарушая при этом антидопинговое законодательство. Это тоже очень важный момент, друзья. Это момент и безопасности в том числе. И Майндмастер – это продукт безопасный. Это продукт, который тестируется ежегодно на отсутствие содержания в нем анаболических гормонов и психостимуляторов. И последнее тестирование было в Германии проведено в мае 2016 года. Тестирование проводится ежегодно. Это тестирование проводит специализированная организация, которая имеет право выдавать соответствующий сертификат. И Майндмастер – зеленая формула, и Майндмастер – красная формула. Это те продукты, которые не содержат компонентов, которые могут оказывать негативное воздействие на нашу психику, на нашу физиологию. Они содержат анаболических гормонов их предшественников и психостимуляторов. Это отрадный факт, друзья. То есть это натуральный продукт, который, безусловно, будет полезен для того, чтобы сохранить наше здоровье, и за счет него, безусловно, наше питание обогащается необходимыми пищевыми веществами. Безопасность, друзья. И однозначно можно сказать, что в случае употребления в пищу такого продукта, как Майндмастер, мы можем быть активными, и мы лучше можем управлять стрессом. Мы можем больше двигаться. А движение само по себе, оно, безусловно, означает жизнь, здоровую жизнь. И имеет существенное значение, кстати говоря, физическая активность сама по себе, а с точки зрения управления стрессом, когда человек испытывает какие-то физические нагрузки, он отвлекается от психологических, это, безусловно, полезное переключение. Даже с этой точки зрения, с точки зрения возможности увеличения физической активности на фоне употребления Майндмастера, это тот факт, который, безусловно, нам помогает сохранять здоровье и бороться со стрессом. Но это не единственный момент, на который нам необходимо обратить внимание. Есть еще те моменты, которые являются важными для здоровья, важными с точки зрения обеспечения здорового питания, важными с точки зрения обеспечения достаточной физической активности. И, конечно же, речь будет идти о связи с здоровьем такого продукта, как турбаланс. Почему же? Важным является для функционирования нашего организма кислотно-щелочной баланс. Это не совсем медицинский термин, это термин, который чаще применяют в обычной жизни, вы видите его с экранов телевизоров, в газетах, в журналах читаете. Но, тем не менее, это тот термин, который можно использовать в обычной жизни. И я спокойно его использую, потому что, вероятнее всего, вы понимаете, о чем идет речь. Я понимаю, о чем идет речь. То есть, мы друг друга понимаем. Так вот, кислотно-щелочной баланс это тот компонент нашей физиологии, нашей жизнедеятельности, который является очень важным. И вы вот в этих диаграммах, в этих картинках видите, что где-то в серединке есть зелененькое, это норма, есть сдвиги желтенькое, которые называются страшными словами ацедус алкалоз, и существенное отклонение кислотно-щелочной балансе, к сожалению, означает смерть. Но мы сейчас о таких страшных вещах, друзья, с вами говорить не будем. Это те ситуации, которые чаще всего сопровождают те или иные тяжелые заболевания, травмы. Мы сейчас будем говорить о других вещах, не о таких серьезных отклонениях в состоянии здоровья. Мы должны понять основную мысль, о том, что в норме, вы видите, это на слайде, в организме образуется в 20 раз больше кислых продуктов, кислых продуктов, чем щелочных. Это норма, это наша жизнедеятельность. И если вы посмотрите, вот значочек норма, если вам видно стрелочку, он больше лежит в стороне, где написано щелочность, а не кислотность. и этот момент, который мы с вами просто сейчас запомним, да, о том, что состояние здоровья, оно в меньшей степени связано с кислотностью, чем со щелочностью. Безусловно, у нас с вами не профессиональный такой разговор, но это вот те формулировки, которые удобно применять для того, чтобы вы поняли то, что необходимо понять. Что же повышает вот эту кислотность внутренней среды организма? Кстати говоря, кислотность различных жидкостей организма, таких как кровь, моча, свинная жидкость, безусловно, желудочный сок, кишечный сок, она очень различна, очень различается, наиболее кислым является у нас желудочный сок, наиболее щелочным у нас с вами является кишечное содержимое и свина, но здесь мы должны понять, что вот ту кислотность, которая у нас и так образуется, кислые продукты и так образуются в нашем организме в норме при нормальной жизнедеятельности, то, что может усугубить и увеличить образование вот этих вот кислых продуктов. Это продуктов, я имею ввиду биохимических, да, продуктов, которые образуются у нас в организме. Это в первую очередь употребление продуктов, питания, напитков с кислыми свойствами. Это неадекватный питьевой режим, то есть ситуация, когда мы потребляем недостаточное количество жидкости. Это тоже может увеличить потребление, увеличить образование кислых продуктов. Это нарушение кровообращения, причем даже не в целом, да, кровообращения, а местного кровообращения, когда человек не двигается, когда он мало подвижен, когда он может быть скован в какой-то ситуации, не может двигаться, то нарушается кровообращение того или иного участка тела, может нарушаться даже кровообращение во внутренних органах, и это тот момент, который, безусловно, приводит к повышению кислотности той ткани, в которой нарушено кровообращение. Повышает кислотность внутренних организмов употребления лекарств с кислыми свойствами, есть такие лекарственные препараты, которые обладают свойственными кислот. Безусловно, повышает кислотность дыхательные нарушения при тех или иных заболеваниях или тогда, когда у человека, человек находится в состоянии гипоксии. Это тоже приводит к повышению кислотности внутренних организмов. Тяжелые физические нагрузки, вы, наверное, знаете об этом, безусловно, они приводят к образованию большого количества молочной кислоты, и это тоже приводит, конечно же, к повышению кислотности в мышечной и межмышечной ткани. Конечно же, это те вещи, которые не являются свидетельством того или иного заболевания, но вопрос в том, что в случае повышения кислотности определенные изменения происходят в функционировании организма. О чем идет речь? Мы снова вернемся к табличке, которая была раньше, но посмотрим на нее по-другому. Мы понимаем, что значительное количество кислых продуктов обмена образуется в нашем организме в норме, мы понимаем, что в тех или иных ситуациях их становится этих кислых продуктов больше, и мы должны понять, что задача организма нейтрализовать и выделить эти соединения, эти продукты, метаболизма, продукты биохимического обмена с кислями свойствами. И в данном случае, для того, чтобы эта задача решалась, в организме существуют различные так называемые буферные системы, которые напрягаются, которые активизируются в случае, когда этих продуктов с кислыми свойствами существенно больше, и те системы, они же буферные системы, которые в норме у нас достаточно активны и работают в организме каждый день, даже когда мы спим, когда мы едим, когда мы весело или когда мы грустны. задача организма нейтрализовать и выделить соединение с кислыми свойствами, то есть как раз обеспечить, чтобы вот эта норма, о которой мы с вами говорим, была чуть-чуть больше щелочи, чем кислоты. И надо понимать, что для того, чтобы эти буферные ферментные системы организма работали, необходимы определенные продукты, необходимы определенные вещества, которые должны безусловно поступать к нам с пищей и не только. В этой связи, конечно же, нам безусловно может помочь пробаланс. Почему? Ну, во-первых, мы с вами вернемся, вернее, отклонимся чуть-чуть от кислотно-щелочного баланса и вернемся к понятию полноценности питания. Мы с вами говорим о том, что признаками нездорового питания является употребление недостаточного количества фруктов и овощей, недостаточное употребление злаковых продуктов, цельнозерновых продуктов, которые являются у нас основным источником микроэлементов, основным источником минералов. И зачастую люди не могут, не хотят по каким-то причинам изменить свой рацион, включить в них большее количество тех продуктов, о которых мы говорили, чуть выше, и им необходимо каким-то образом компенсировать недостаток минералов в своем рационе. И как вариант, как вариант пробаланс, который обеспечивает полноценность питания за счет сбалансированного набора семи минералов. Это макроэлементы калия, натрия, кальций, магний, которых организму нужно много и микроэлементов таких как медь, хром, молибден в виде солей. Это тот продукт, пробаланс, который в первую очередь предотвращает дефицит важных для жизнедеятельности нашего организма минералов. А вот за счет содержания в пробалансе таких минералов, как калий, натрий, кальций и магний, да еще и формы солей, так называемых карбонатов, это то, что позволяет предотвратить или скомпенсировать закисление в кавычках внутренней среды организма на фоне неадекватного питания, низкой физической активности, бездвижности какой-то за счет интенсивной физической активности, когда увеличивается образование тех самых кислых продуктов метаболизма, которые необходимо нейтрализовать. Мы вернемся еще к предыдущему слайду, почему же важны те минералы, которые входят в состав пробаланса с точки зрения обеспечения полноценности питания. Потому что эти минералы не просто какие-то вещества с неизвестными свойствами и непонятно для чего они нужны организму. Безусловно, это те вещества, которые входят в состав различных ферментных систем организма, входит в состав белков, входит в состав и входит в те различные биохимические и физиологические реакции, которые позволяют нашему организму функционировать. Не просто организму, конкретным системам. Мы все прекрасно с вами знаем, что для структуры и функции костей имеет значение кальций, но он имеет значение для зубов и для функционирования нормального соединительной ткани. Для этого же имеет значение магний, молибден, имеете. Для функционирования нервной системы имеет значение достаточное количество в нашем питании этих минералов. безусловно тот момент, на который стоит обратить внимание, вот например такой минерал как хром, это тот минерал, который имеет существенное значение в энергетическом обмене клеток, в усвоении глюкозы, он входит в состав тех белков, которые помогают клеткам глюкозы усваивать. Безусловно для кроветворной системы имеет значение метимолибден. То есть здесь мы понимаем, что у каждого минерала и в первую очередь тех минералов, которые входят в состав пробаланса, есть определенные точки приложения и эти минералы должны входить в состав нашего рациона. И если по причинам объективным или субъективным у нас есть определенные трудности с соблюдением принципа здорового питания, конечно же пробаланс в этом нам может помочь. Тем более, что обеспечить достаточное поступление минералов на сегодняшний момент при том суточном энергетической ценности рациона, которая у большинства из нас должна быть для того, чтобы мы соблюдали закон энергетического баланса в нашем рационе, нам с таким количеством калорий, с таким количеством продуктов очень трудно получить достаточное количество минералов и в первую очередь тех редких минералов, таких как мрюбен, медь, хром, который входит в состав пробаланса. То есть, безусловно, это тот продукт, который помогает нам обеспечить полноценность питания и, как мы уже говорили, да, мы еще раз возьмемся к этому, предотвращение закисления внутренней среды организма в тех или иных условиях, с которыми мы с вами сталкиваемся, друзья. И самое главное, мы должны с вами понимать и доносить эту информацию для людей, это ценность, полноценность питания и ценность того вклада в здоровье, который, вернее, цену и ценность, да, о ценности вклада в здоровье мы с вами переговорили чуть выше, а вот цена вклада в здоровье это всего по партнерской цене порядка 135 рублей в день. Это совсем недорого для того, чтобы обеспечить большую полноценность питания у людей, которые в нашем ритме жизни питаются, скажем так, не очень хорошо, не очень правильно и их питание здоровым и полноценным как правило не является. И ближе к заключению нашего вебинара, друзья, нам стоит еще раз вспомнить о тех бесплатных советах, о тех таких дружеских советах, которые мы можем дать друг другу, напомнить об этом и тем людям, с которыми мы общаемся, те люди, которые у нас интересуются, как же им быть здоровыми каждый день. Первое, самое главное с точки зрения обеспечения питания, это питьевой режим, это 6-8 стаканов чистой воды или травяного чая в день. Это 2 литра воды, друзья. Второе, безусловно, это здоровый завтрак всегда. Это то, что является, безусловно, здоровым питанием. Это достаточная физическая активность, одним из вариантов которой является попутные тренировки, как решение проблемы гиподинамии. И самое главное, друзья, если каждый из вас здесь присутствующих считает, что у него есть цель ознакомить большое количество людей с тем, как сохранить здоровье, как быть здоровым каждый день, то, друзья, безусловно, надо начинать с себя. И если вы употребляете эти продукты в пищу, продолжайте их употреблять согласно тем рекомендациям, которые указаны на этикетке, которые указаны на упаковке, отмечайте положительное в своем самочувствии, делитесь этим с друзьями, с близкими, знакомыми. И будьте здоровы, друзья, больше качества для вашей жизни хотелось бы вам рекомендовать и пожелать. И я думаю, что у нас еще есть время ответить на три вопроса. Если есть какие-то вопросы, да, друзья, я готов на них ответить. Первый вопрос по поводу кормления грудью и про баланса. Друзья, я бы ориентировался на информацию на упаковке. В первую очередь, да, если есть противопоказания, то лучше, конечно, подождать. При герпесе локализация по телу, чтобы вы посоветовали, друзья, да, ну, во-первых, герпес надо лечить, друзья, лечить его надо в соответствии с теми рекомендациями, которые вам дают врачи. Здесь можно обратиться к драматологу или к врачу-инфекционисту. И надо понимать, что герпес напрямую, конечно, не завязан на то, что мы потребляем ту или иную пищу, да, это все-таки вирусное заболевание, особенно, если речь идет о выпоясывающем герпесе, да, но безусловно речь идет о том, что первую, речь идет о том, что иммунитет, мы будем об этом говорить на следующем вебинаре, он, конечно же, зависит от того, насколько полноценно мы питаемся, он зависит от того, употребляем ли мы достаточное количество витаминов и минералов, соответственно, ничего не вижу, что можно противопоставить, даже если у вас есть герпес, даже если у вас есть какое-то другое инфекционное заболевание, эти продукты можно употреблять, они обеспечивают полноценность питания, это продукты питания, да, мы об этом с вами говорим, поэтому излечить, конечно, мы не излечим с вами герпес, но для обеспечения полноценности питания, конечно, эти продукты принимать стоит. Курсы вне 365 дней в году Майндмастер, в зависимости по вашему самочувствию, да, можно принимать длительными курсами, но, скорее всего, у вас по вашему ритму жизни не получится постоянно употреблять, поэтому, конечно, длительными курсами. Так, тест полоски моча, слюна, друзья мои, ну, слюна должна быть 6,8, потому что она имеет щелочную среду, моча должна быть слабокислой, это норма, да, свина у нас имеет слабочелочную среду, моча у нас в сторону имеет слабокислую среду, когда нет существенных отклонений или определенных заболеваний, я бы использовал эти тест полоски, скажем так, ну, для ориентира того, что должно быть в норме, да, если у вас в слюне слабочелочная среда, 6,8, в моче слабокислая среда, это нормально, друзья мои, это нормально. В какой последовательности рекомендовано употреблять эти продукты? Ну, вы можете параллельно употреблять Майнмастер и Пробаланс, это те продукты, которые взаимно дополняют друг другу, друг друга и не противопоставляют друг другу. Это те продукты, которые дополняют друг друга, друзья. Вот. Я думаю, что мы с вами ответили на все вопросы, друзья. Большое вам спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания. До новых встреч, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!